МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всегда наблюдал за своими родителями, за дедушкой, за бабушкой. И все это, горная промышленность, изначально присутствовала в моей жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я родился в шахтерском поселке с очень смешным названием. Называется Букачача. Это Забайкальский край, Читинская область. Я родился там, но в связи с тем, что была перестройка тяжелые времена, в 90-е годы родители приехали сюда на заработки, и я приехал с родителями. Это был 98-й год. С тех пор я живу здесь, заканчивал учебу здесь, ну, жил, начал работать и все остальное. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приехал, мне исполнилось 6 лет. Вот там буквально прошло несколько дней, мне 6 лет исполнилось, как я сюда приехал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Университет заканчивался здесь, Якутский государственный, который у нас политехнический институт. Направление там горного инженера, технолога, подземных разработок, полезных ископаемых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, досталось по наследству. У меня отец шахтер, мой дед шахтер, мой отчим шахтер. Моя бабушка была начальницей отдела кадров, получается, в этой шахтерской структуре, в управлении. Еще одна из моих бабушек была маршрейдером. Изначально там оно как-то все пошло к тому, что я всегда наблюдал за своими родителями, за дедушкой, за бабушкой. И все это, вот, горная промышленность изначально присутствовала в моей жизни. И, ну, как-то вот так получилось, что я стал тоже горняком. У родителей у моих были планы на меня. Я должен был поступить там в Питерский горный институт. Ну, то есть все равно по горному направлению. Я очень там до длительного времени занимался боксом. И я же, в свою очередь, думал не так, как родители. Я думал, что мне надо уйти в спорт, потому что мне это нравилось. И спорт неблагодарная штука. Ну, и как-то все так отошло. И спорт отошел на задний план. И появилась учеба. И, ну, не удалось мне поступить, на самом деле, в Питерский горный. Один экзамен сдал, а другой экзамен не сдал, потому что я его просто проспал. Я когда приехал в институт, меня там преподаватель встретил. Я говорю, он говорит, а я в отпуск ухожу, извини, ты опоздал. И все, и я там бегом-бегом вернулся сюда, обратно в Мирный. Быстренько подал документы. Уже было конец лета. Сюда, в Ягу. И остался здесь учиться. Эти мысли тоже были. Но, как я говорю, там, обычно, там, не знаю, там, своей жене, наверное, говорю. Вот зачем большому городе горный инженер? Он там незачем, он не нужен там. И зачастую все активы компаний различных, там, промышленных и, там, горнодобывающих находятся в каких-то маленьких городах, маленьких поселках. Я не скажу, что я прилагал прям огромное количество усилий, учаясь в университуте, но мне легко удавалось. Были моменты недопонимания, когда ты изучаешь то, чего ты никогда не видел в реальности. Вот в этом есть своя такая нота. Когда ты приходишь на производство и начинаешь видеть то, что ты изучал, ты начинаешь потихоньку уже понимать. Наверное, это понимание пришло после первого прохождения практики. Я не помню, третий или четвертый курс мы проходили практику на руднике интернациональной, уже побывав под землей, посмотрев это все уже там более детально, уже с другими глазами имея за собой какой-то там опыт, как сказать, не опыт, а, наверное, информацию, которую давали в институте, и с этим уже по-другому посмотрел на это. Да, я предполагал, что я пойду работать в компанию. Никаких сомнений не было. То есть я учусь на горном направлении, тут огромная компания, которая является первой в мире, потом по тысяче алмазов, и понятно, что я останусь в ней работать. Практику я проходил в Валоросо. Я предполагал, что устроюсь. То есть по окончании института, когда я закончил его, у меня уже были какие-то корочки. По должности, по которой корочка у меня была, по горно-рабочему, по земле, мне не получилось устроиться, потому что просто вакансий не было. У меня у отца, ну так как отец очень длительное время работал, у него были знакомые, и один из знакомых, он мне говорит, приходи на Рудник Мира устраиваться. Я говорю, кем? Да возьмем тебе каким-нибудь учеником. Ты же заканчиваешь институт? Я говорю, да, заканчиваю. И я, получается, еще не закончив институт, пошел, устроился на Рудник Мир. Первое впечатление, что, типа, блин, светло очень сильно. Я думал, будет там все время темно. Ну, как-то такие мысли были первые. Порядка восьми лет проработал под землей. Начинал с ученика, получил, потом отучился, сходил, получил разряд, получил повышение. Какой-то период работал, там еще повышение. Там дошел, наверное, до крайнего разряда в своей должности. Потом период какой-то исполнял обязанности горного мастера под землей, потом стал штатным горным мастером под землей. Ну, и то есть в период какой-то вот этой работы я и работал на поверхности, то есть исполнял обязанности, там, замначальника участка, даже и начальника участка, исполнял обязанности. В период обратно возвращался работал горным мастером. Ну, вот так прошли как-то восемь лет. Наверное, первые дни могу рассказать, как они проходили. Я пришел на наряд, мне начальник говорит, пойдешь, говорит, за комбайном, потаскаешь кабель. Я думаю, ну, что я кабеля не таскал, что ли? Спускаешь в шахту, меня привозят, там стоит огромная машина, 15 метров длиной, у нее сзади находится кабельная продукция, у которой очень огромное сечение, которое вот такое вот. И при том внутри очень толстый, там, кабель там медный, и вот это все, кабель очень сильно много весит. Я, получается, в пыли, там, в этой, жарко, я этот кабель наматываю, сматываю, а он такой тяжелый, это длится на протяжении, там, восьми часов, и я очень сильно устал, там, у меня вообще рук не было. Я потом, получается, пришел уже выезжать на ствол, к лети пришли, у меня мужики спрашивают, типа, ну, что, как, понравилось кабель таскать? Я говорю, нет, не понравилось. Они говорят, да, ничего, это нормально, подожди. А потом это все как-то вошло в русло, и потом мне казалось все достаточно легко, там, и инструменты тяжелые казались уже легкими, и, там, я привык. На самом деле, самое сложное, это там, все время спать охота, если честно. Но организм у нас привыкает, там, те, кто работает на поверхности, ты привык к тому, что ты ложишься в одно и то же время спать, и встаешь в одно и то же время, и это циклично, и постоянно повторяется. Там же это не так, ты сначала 4 дня встаешь очень рано, можешь в 5 утра вставать, тут же потом встаешь. То время, когда ты спал, тебе надо теперь уже бодрствовать, там, ночью ты начинаешь не спать, то спишь ты днем, и вот эта вот постоянная смена приводит к тому, потому, что я всегда хотел спать, ну, то есть, постоянно хотел спать. Очень много фотографий у моих близких о том, что я где-то просто заснул. Я проработал еще, наверное, где-то порядка полутора-двух лет на интернациональном руднике, потом мне поступило предложение поучаствовать в проекте, там, в пилотном проекте, который первый пошел о повышении операционной эффективности на Нюрбинской площадке. Тогда впервые это проходило, и такое предложение поступило поучаствовать, и я как бы согласился, потому что я понимал, что на руднике, оно уже как-то все циклично, постоянно, и не было какого-то, наверное, что-то такое, которое там уже больше интересовало. Когда ты длительное время занимаешься одним и тем же, ты понимаешь, что ты знаешь это изначально от и до, и для тебя не возникает каких-то новых ситуаций. Конечно, первое время там себя некомфортно чувствовал, потому что я там руководитель, который руководит людьми, руководит процессом, производством, и тут твоя работа меняется, твой на первое время друг становится компьютер или ноутбук, и это немного другое уже, ты смотришь на это совершенно по-другому. Ничего, прошло там пару месяцев, месяца два-три, потихоньку я начал понимать, что от меня хотят, что надо делать, и как это делать, то есть уже вошел. Сейчас я занимаюсь в основном проектами, проектами по системам диспетчеризации, открытых горных работ, внедрением центров управления операциями, которые там уже активно с 2020 года внедряются в наших подразделениях, выстраиваниях работы, обращением с этими инструментами, то есть этими системами диспетчеризации. Вот такое направление в работе. Внедрением центров управления операциями это внедрением новых, не знаю, как выразиться, диспетчерских, только там модернизированных диспетчерских, уже которые там не просто выступают в роли статистов, собирают информацию, уже там управляют производством. Система диспетчеризации это автоматизированные системы, которые позволяют собирать с техники информацию, выводить ее в онлайне, ну и делать процесс технологический, то есть там всю цепочку прозрачной и там в режиме реального времени ты можешь за ней наблюдать. В моей жизни? Не знаю, в жене, в сыне, в семье, в семье. Я очень доволен на самом деле. Мне нравится работа, мне нравится то, чем я занимаюсь. Я очень люблю свою жену, безумно люблю своего сына. У нас замечательные отношения, поэтому все отлично. Я познакомился с нею в новогоднюю ночь в горнолыжном коррорте Шергеша. И меня друг позвал туда на новогодние праздники покататься на сноуборде. Я вот поехал, и получилось, что в общей компании отмечали Новый год, поэтому познакомился с новогоднюю ночь. И сына она мне родила в новогоднюю ночь. Нет, она с города Новосибирска. Даже не с Новосибирска, там недалеко от Новосибирска есть город Искитим, где-то в 50 километров от Новосибирска. Вот оттуда она. Она очень быстро решилась на самом деле переезжать. Мы с ней прообщались, наверное, около полугода, может, чуть больше. И мы в отпуск вместе провели, я ее позвал, и она согласилась. Ну, то есть как-то без раздумий согласилась. Был, правда, момент, когда она только прилетела, мы ее встретили. Мы с аэропорта доехали до дома, до Комсомольской, возле Забербанка. И она сказала, что уже все город. У нее периодически они бывают. Она говорит там... Обычно это происходит, когда ей чего-то не хватает. Каких-то мелочей или моментов. Банально. Ты делаешь ремонт. Вот здесь, если пойдешь за тем, чтобы покупать какие-то там... Что-то обои или еще что-то, у тебя выбор невелик на самом деле. Ты берешь из того, что есть. А так как моя супруга там прожила, она знает, какой выбор может быть. Она говорит, что это все не подходит. Я не хочу такое. Это все не надо. И все, давай заказывайте с другого места. Вот в этих моментах, когда чего-то не хватает. Она жаляет. Живя в другом городе, всегда есть что-то рядом. Например, Новосибирск. Моя супруга постоянно эти примеры привозит. Есть рядом Алтай. Ты всегда можешь съездить на Алтай. Зимой ты можешь поехать рядом в Шерегеш, покататься на сноуборде, на лыжах, еще что-то. Здесь же не хватает, наверное, какого-то вот каких-то мест либо инфраструктуры для того, чтобы занять себя в свободное время. Съездить куда-то на природу, съездить, еще что-то там поделать. Ну, более какие-то там грандиозные какие-то вещи такие. Сейчас все свободное время я посвящаю сыну, потому что он маленький, ему очень надо очень много внимания, поэтому все свободное время посвящено маленькому сыну. Сначала ты там чувствуешь, ну, радость и гордость, что я стал рядом премии Солдатова. Это же... Это самая, наверное, такая крутая премия для молодых специалистов компании, поэтому там получить ее, это большое уважение, наверное, не знаю, заслуга большая. Получил я ее за то, что... Как я считаю, наверное, за свой вклад в развитие компании, за вклад в проекты, которые я там реализовывал, и они давали экономические эффекты. Я не помню, я, по-моему, в ипотеку ввожу. Ну, там часть, конечно, там куда-то ушла, там на мелкие расходы, а так в ипотеку ввожу. Плох тот этот рядовой, да, кто не хочет быть командиром, ну, тут то же самое. Что бы ты сказал людям, которые хотят устроиться в Лорусе, ну, еще пока думают, надо ли им это? А что думать-то устраивать?